Две недели дороги Гомещины контролируется госавтоинспекцией с использованием негласных методов. Автомобилисты со стажем, наверное, скажут, что ничего нового в этом нет. Ведь раньше это была обычная практика, когда из гражданского авто выходил инспектор и останавливал нарушителя. В отдельных моментах они, конечно, будут правы, но технический прогресс дал возможность пойти далеко вперед. Автомобиль в гражданской окраске дежурит в неприметном месте. Он оборудован всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими инспекторам контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков и перехода улиц. Вся информация фиксируется на специальный прибор и в случае нарушения по радиостанции передается другому экипажу, находящемуся на значительном удалении. Впоследствии нарушителя останавливают и привлекают к административной ответственности. Если водитель по каким-то причинам не доехал до наряда ГАИ, который осуществляет несение службы гласно, то материалы о нарушении регистрируются в ЕК и проводится проверка в порядке процессуально-исполнительного законодательства. И принимается решение по итогам проведения этой проверки. Согласно закона о дорожном движении, а именно статье 11, формы и методы контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований правил дорожного движения определяется Министерством внутренних дел. Министерством внутренних дел издан приказ номер 155, который регламентирует деятельность госавтоинспекции, а именно дорожно-патрульной службы, где четко прописано, что есть формы и методы контроля, в том числе с применением гласного, негласного и смешанного контроля. Мероприятия организованы в связи с многочисленными случаями ДТП, в которых травмируются участники дорожного движения, направлены меры на профилактику и предупреждение происшествий. Особое внимание уделяется скоростному режиму движения в зимний период, ведь несоблюдение этого требования нередко приводит к тяжелым последствиям. Преушение максимальной скорости при движении автомобиля на обледенелом либо заснеженном дорожном покрытии ведет к потере управляемости транспортным средством, что в свою очередь приводит к выезду транспортного средства за пределы проезжей части либо на полосу встречного движения. В результате столкновения, помимо причинения вреда для здоровья, автомобиль получает значительные механические повреждения, как кузова, так и других элементов конструкции, которые отличаются за безопасность движения, таких как ходовое, рулевое управление, тормозная система. Патрулирование, как правило, осуществляется на аварийно-опасных участках и в местах частого игнорирования ПДД. Неприметный автомобиль инспекторов может стоять на обочине, а может и двигаться в общем потоке машин. Определить, что ваши действия фиксируются, практически невозможно. Нарушитель узнает об этом только через несколько километров, когда его остановит другой экипаж и предоставит переданный видеоматериал с подтверждением совершенного нарушения. С начала осуществления негласного контроля к административной ответственности было привлечено 319 участников дорожного движения. Из них 34 водителя нарушили установленный скоростной режим. 130 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 45 нарушили требования дорожных знаков и разметки. Столько же не предоставили преимущества в движении пешеходам. 22 водителя нарушили правила обгона и выезда на полосу встречного движения. Измерителям скорости движения транспортных средств с видеофиксацией Бинар можно регистрировать не только быструю, но и неуверенную манеру езды на трассе. Грешат и тем, и другим нетрезвые водители. О выпивших за рулем часто сообщают и очевидцы. Но, к сожалению, нередко о пьяном вождении становится известно уже после совершения аварии. С начала года по вине нетрезвых водителей произошло два ДТП, в которых два человека пострадали. Любители покататься под шофе должны понимать, что час расплата может прийти вполне внезапно. Если в лучшем случае вы будете лишенные прав ходить пешком, то в худшем сидеть или лежать. За неполный январь, помимо прочих нарушителей, автоинспекторы задержали 181 водителя в состоянии опьянения. Статистика неутешительная, поэтому любой вид контроля, гласный или негласный, это с точки зрения профилактики оправданная мера по стабилизации дорожной обстановки. Инспекторы уверены, негласный контроль должен дисциплинировать водителей и положительно сказаться на культуре вождения.